Как убедить девушку, что оргазм это плохо? Прежде всего хочу сказать, что я за сексуальную гармонию, за открытость и решение проблем. Но почему бы просто не пофантазировать и не подумать, как действительно можно убедить девушку, что оргазм это плохо? Итак, вот три способа. Что такое оргазм? Оргазм это удовлетворение, а получая удовлетворение пропадает что? Мотивация. Именно поэтому иногда профессиональным спортсменам тренера запрещают заниматься сексом во время подготовки к важным соревнованиям. Я хочу, чтобы тебе было приятно, но не хочу, чтобы твоя мотивация пропала. Это же скажется на твоей работе. Но ты же испытываешь оргазм? Как твоя мотивация? Я стерплю это наказание. Есть оргазмы, нет мотивации, нет победы. Нет оргазмов, есть мотивация, есть победа. Образно говоря. Поэтому, хочешь успехов в творчестве, в работе, давай пока без оргазма. От оргазма толстеют. Не напрямую, конечно, а косвенно. Оргазм способствует выделению эстрогена. А этот гормон способствует выделению ферментов, которые ускоряют усваивание пищи. Ты хочешь быть толстой? Ты хочешь быть жирной мразью, в которую тыкают палками дети на улице? Не. Тогда зачем тебе эти оргазмы? Сильнее усвоение, больше полученных калорий. То есть, организм женщины, получивший оргазм, возьмет от того же количества пищи больше калорий, чем организм женщины без оргазма. Тантрический секс. Это секс без достижения оргазма. По мнению многих гуру, он приносит гораздо больше удовольствия. Потому что является не только телесной практикой, но и трансцендентальной. То есть, помимо гораздо более длительного и глубокого удовольствия, люди, в нашем случае женщина, получают еще гораздо более глубокий духовный опыт. Раньше с другими мужиками ты, как дура, по-обычному кончала. А теперь духовно. Можно хоть иногда по-обычному? Духовно. Хочешь кончать духовно? Откажись от оргазмов. Но обычный оргазм тоже хорошо. Нет, тогда мы испортим весь тантрический процесс, который достигли. Вот три относительно рациональных довода, которые можно использовать. Еще раз на всякий случай. Оргазм это плохо? Нет. Оргазм это хорошо. Но, как и у всего хорошего, у него есть минусы, используя которые, ты и можешь повлиять на мнение своей девушки. Кстати, один из сделавших репост вконтакте с моей страницы или из группы получит вот такую замечательную книгу «Психология влияния Роберта Челдини». Книга, как всегда, с моим автографом и с автографом Роберта Челдини, который тоже я рисую. Удачи. Бро, мне будет приятно, если ты нажмешь колокольчик, чтобы вовремя узнавать о новых видео, и поставишь лайк, если видео тебе понравилось. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok